Музыка С начала года сотрудниками отдела по обеспечению жизнедеятельности были организованы и выполнены следующие мероприятия. Проведено встреча с жителями более 25. Личных приемов граждан 18, выездных личных приемов 20, зарегистрировано и заверено 1400 справок, рассмотрено письменных и устных обращений в количестве 107 штук. Проводится совместная работа с Управлением труда и социальной защиты города Красный Луч по подготовке и сдаче документов на получение денежных средств для приобретения твердого бытового топлива. В отделе по обеспечению жизнедеятельности специалисты заверяют и регистрируют справки о составе семьи, выданные по форме, указанной в приложении номер 1, к порядку выдачи справок, содержащих сведения о составе семьи или зарегистрированных проживающих в жилом помещении, доме, лицах, справок о совместном проживании с умершим лицом на день его смерти, составление и заверение актов о практическом месте проживания. Специалистами отдела проведена перерегистрация граждан, состоящих на квартирном учете, в количестве 60 человек. Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности главы администрации города Красный Луч о проведении плановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, отделом проведены плановые проверки детей, находящихся под опекой, попечительством граждан, проживающих на подвижностной нам территории. Также отдел оказывал содействие в предоставлении информации по предстоящей переписи населения. Также работа отдела направлена на благоустройство города. Это самая важная и проблематичная часть работы. В зимний период проводилась рассчитка и посыпка дорог и тротуаров противоскользящими материалами общей протяженностью 93,8 км. С 1 апреля по 31 мая 2019 года в рамках акции «Красный Луч – наш дом. Нам заботиться о нем» отдел в полном составе участвовал в уборке территории города, побелке бордюр, высадке деревьев, высадке можжевельника. Также покрашены две остановки общественного транспорта. Произведен косметический ремонт знака «Я люблю в Афрушо». Отделом, согласно распоряжению главы администрации города Красный Луч о закреплении зон контроля, санитарной очистке и благоустройстве территории города Красный Луч Луганской Народной Республики, было выдано 25 уведомлений о нарушении правил благоустройства. Все выявленные нарушения были устранены в установленной законодательством сроки. Дополнительно хочется сказать о том, что кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы на граждан в размере от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц в размере от 3000 до 5000 российских рублей, на юридических лиц от 10 до 40 тысяч российских рублей за нарушение правил благоустройства. 19 апреля 2019 года отделом по обеспечению жизнедеятельности города Вахрушо при участии членов общественного движения МИР Луганщины, а также учеников 9 класса, учебно-воспитательного комплекса номер 3, были выполнены работы по благораживанию территории въезда в город Вахрушо. В том числе высажено 70 саженцев акации, которые в будущем будут не только барьером от снежных заносов, также украсят въезд в город Вахрушо-3. В конце апреля возобновилась работа коммунального предприятия «Жилсервис» и в настоящее время уже убрано 600 кубических метров твердых бытовых отходов. Но тем не менее, большой проблемой остается несвоевременная проплата услуг по вывозу ТБО, за счет которых предприятия осуществляют свою деятельность. Отделом запланированы следующие мероприятия по улучшению жизни в городе. Улучшение работы коммунальных предприятий, ликвидация несанкционированных свалок, восстановление работы уличного освещения, продолжение работ по благоустройству на подвеночной территории, организация выездных приемов представителей госучреждений на отдаленных территориях. Для подготовки к зимнему периоду комбинат коммунальных предприятий города Вахрушо были поданы заявки на необходимые материалы для содержания жилых домов. Также с начала 2019 года ККП города Вахрушо выполнили следующие виды работ. Ремонт шиферной кровли 96 квадратных метров, прочистка демо-вентканалов 10 штук, ревизия запорной арматуры 11 штук, замена запорной арматуры 2 штуки, ремонт системы холодного водоснабжения 23 погонных метра, ремонт канализационной системы 45 погонных метров, прочистка канализационной системы 147 погонных метров, ремонт подъездов в количестве 8 штук, общей площадью 770 квадратных метров, ремонт входных порогов 2 штуки, ремонт ступеней, ремонт электрощитовых 4 штуки, ремонт входных дверей 5 штук, ремонт козырьков подъездов, ремонт фасадов в количестве 165 квадратных метров, шпатлевка потолков, побелка потолков и стен общей площадью 770 квадратных метров, уборка при домовой территории 58 500 квадратных метров, проверка вентиляции в 12 домах, ремонт электроосвещения, масляная окраска поверхностей, ремонт примыкания к домовым трубам, замена коньков. В 2019 году при условии финансирования Красноучским департаментом ГУПЛНР Луганск-Воды запланированы следующие виды работ на подвинутые территории. Замена и ревизия запорной арматуры по улицам Некрасова, улица Кожедуба, улица Октябрьская, улица Цемлянская и квартал Постышева. Замена разводящих седей водопровода. Квартал Постышева, улица Шевченко. Чистка водопроводных и канализационных колоссов в количестве 30 штук. Ремонт канализационного колодца по улице Калинина в районе дома 45, дома номер 47. Промывка канализационных сетей. Город Вахрушево и ПГТ Садово-Хрустальницкое. Коротко хочу сказать о культурной жизни города. Отдел активно участвует в мероприятиях. Так, с начала года с участием сотрудников отдела в городе проводились следующие культурно-массовые мероприятия. Поздравления жителей города Вахрушево с праздником 8 марта. Проводы зимы, масленица, празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк». Немаловажное место в работе дела занимает участие в общественной жизни города. Поздравления с новогодними праздниками многодетной матери-одиночки с вручением продуктового набора от общественного движения «Мир Луганщины». В преддверии праздного дня Победы были вручены праздничные продуктовые наборы участникам боевых действий в Великой Отечественной войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА